просто шаббат я затронул важную тему свежего помазания для каждого из нас для каждого для каждых препятствий которые мы переживаем и нам нужно всегда свежее помазание от господа на преодоление тех возможных трудностей которые мы преодолеваем и не хватает сил бога всегда есть свежая свежий взгляд на ситуацию свежий взгляд на обстоятельства мы говорим о том что бог помазал ищу а в нем помазал всех нас это помазание которые мы получили от еще учит нас истины истина которая нас не обманет не подведет потому что сами шува говорит и она 14 глава 16 стих я есть путь истина и жизнь и никто от слова абсолютно никто не может прийти к отцу минуя меня он может прийти к отцу только через меня у бога есть свои пути как он привлекает народ и я верю что многие люди начали своей жизни в середине в конце приходит осознанию того что есть спасение предназначенная богом и нет другого имени под небесами которым ли человечеству может быть получить спасение и это имя ишуа не только как имя осознать глубину божьего проведения то есть божьего пути узкий но тернистый но он приведет нас к тому отцу который нас любит это свеже помазание позволяет нам смотреть на наших врагов глазами нашего спасителя он это помазание позволяет нам видеть и переживать обстоятельства глазами нашего спасителя давид говорит мы говорим прошлый раз я цитировал этот псалом на выдержку только вы вычитаю и я умощен свежим елеем свежесть то что нам необходимо и ока смотрит на врагов моих и уши мои слышат об остающих на меня злодеях другими словами помазание божье открывает нам глаза и уши чтобы видеть и слышать то что происходит вокруг нас помазание открывает нам глаза и надеюсь что будет происходить и сегодня небольшое отступление до заявка вращаясь с тем кто сейчас смотрит нас в прямом эфире либо вы все канал на ютюбе орхомашия не самый просматриваемый или же популярный среди остальных мессианских общин которые существуют в мире и знаете нас смотрят или это подписаны под нас чуть больше 4000 человек и как хочу сказать что я не парюсь на самом деле кто нас смотрит зачем они смотрят я никогда не говорю поставьте лайк подпишите потому что там очень нам нужно на самом деле если вам просто не входит другие друзья обращайте кто в интернете не входит о том о чем я буду говорить можете просто прямо сейчас либо поделиться с этим моим высказыванием с кем-то там да или вообще уйдите с канала я не парюсь от от популярности мне хочется чтобы люди которые смотрят нас в эфире могут подчеркнуть из наших служений что-то важное глубокое что то возможно чисто откровение используют для своей жизни все это всего лишь для этого существуют канал чтобы можно было услышать увидеть глубину разобрать и конечно для тех кто по каким-то причинам разным причинам не может попасть на собрание но если мы уже сегодня говорим о подписке если вы уже подписаны эти четыре с лишним тысяч человек тогда мы просим вас присоединиться к нашим молитвам которые мы начинаем с 10 по 31 марта молиться за украину и за израиль потому что в этих двух странах происходят войны террор ужас и можно сказать мы живем последнее время потому живите с нами молитесь с нами будьте лучше нас делать и успешнее все содействует к благо чтобы царство божье расширялось я сегодня хочу говорить о том о чем но множество верующих людей говорят они понимают ценность такой части жизни которая у них есть но не дед недооценивают силу этой дисциплины многие то есть верующие люди они говорят об этом и очень часто говорят они понимают что эта часть жизни это о чем они говорят это так важно это настолько серьезно но также как глубоко они недооценивают эту дисциплину первая книга парапоменон 15 глава 2 стих господь с вами когда вы с ним и если будете искать его он будет найдет вами если мы будем искать он будет найден нами не то что он у по ты искал нашел нашел или там отход он смотрит и быть ты сможешь я тебе подсказку за вот я здесь и мы найдем его а если же оставите его он оставит вас послушайте искать какой-то абсурд ведь библия говорит о что бог никогда не покинет нас и не оставит конкретно он не оставит и не покинет вот если вы его не оставить древесла если ты ушел ты его не найдешь потому что ты далеко но если мы призовем его в не наши печали если мы призовем его в наших трудностях даже когда мы от ушли от него блудный сын который пошел и растратил все свое имение сказал пошел с пришел к своему сенсу и говорит подожди доме отца моего так много пищи даже рабы изобилуют в доме отца мы пойду к нему скажу послушай виноват я согрешил против тебя против неба послушайте бог он выйдет на навстречу увидим увидим благость когда мы вас зовем потому что дальше писать и говорит защите господа и силы его не просто защите глаза а его силы ищите непрестанно лица господня призыв в это время призыв не ищите гуманитарки помощи и так далее ищите господа силы его ищите непрестанно лица его как крепко мы с вами держимся основного стержня нашего бытия то чем мы живем существуем и так далее то есть такими словами как сильно ли мы или крепко мы держимся за бога как мы за него держимся когда мы говорим об этом держаться за него за богом что мы имеем ввиду как за него держаться чем мы держимся за него чем насколько мы сильно ухватились тем что мы держимся я вам скажу тем пример мирской мирская притча до такой альпинист который уже был способный умел преодолевать горы сорвался с восхождение но не насмерть к бы упал в пропасть а вот сорвался бывает так срываются и ты подвез где-то за держишься за окраин скалы глаза его вверх подняты он не видит ведь только пропасть под ногами да так вот вверх глаза и начинает кричать хотя не знаю что 30 сантиметров от его ног выступ есть он не знаю что есть выступ кричит господи боже мой спаси ну спаси меня обещаю вернуться обратно обещаю не грешить обещаю жизнь свою положить на алтарь служение все и спаси прошу тебя дай мне еще один шанс господи в ответ слышит голос просто отпустили в руки и все станет хорошо ты кто отойдет меня сатана в ответ я господь который тебя любит и я спасу тебя туда он кричит обратно там кто-нибудь еще есть у нас происходит жизни такие вещи похожи на этого альпиниста мы преодолеваем горы срываемся когда боговый подожди доверься мне отпусти я тебя спасу мы не видим тут отступ который он приготовил до нашего спасения так за что мы держимся с вами скажите мне пожалуйста быстро скажет ученые такие у нас есть же эксперты библии говорят мы держимся верой праведник верой жив будет вот этот праведник висящий на скале он живет верой там кто-нибудь еще есть у меня еще есть вера кто-нибудь кроме вас под этом есть кто-то сказать посвящение мы держимся доверием как эти практик ты же в браке 60 лет и ты понимаешь что все уже плохо но ты держишься потому что ты уже верный понимать это такое она тоже не жизнь надо менять свое отношение друг другу так сказать исповедание вот то что я стою исповедую что я не умру но буду жить вот этим я стою вот это мое исповедание скажу словами апостола и якова во вторая глава 27 17 по 20 стих так и вера если не имеет дел мертва сама по себе но скажешь кто-нибудь то скажет мы то скажете ты имеешь веру а я имею дела типа турын тунку и богатей да там мечтами ты имеешь веру ну себе иметь а у меня есть вот дела покажи мне веру твою без дела а я покажу тебе веру мою и сделал моих ты веруешь что бог един а хорошо делаешь без и верует трепещут но хочешь ли знать неосновательный человек что вера без дел мертва верующие дорогие друзья мои христианин вера без дел мертва ничего мы не получим мой личный взгляд вот на этот момент понятия то что мы держимся и на голове за бога стоит слово упование упование это нечто больше чем вера наверное это отношение вороги выражаем и в нашей молитве к богу потому что у каждого из нас есть что ему сказать и бога вы обратись ко мне позови ко мне помолись ко мне и я тебя что я тебя услышал я тебе отвечу я простую свою руку к тебе помощи моей поговори сам каждый из нас обращался к богу по разным вопросам по разным причинам я обращался тоже общение с ним это тоже молитвенным как бы состояние и молитвы бывают разные абсолютно мы начнем сейчас пересчитывать молитвы вы удивитесь сколько есть разных молитвы какие не бывают там воинствующих прошение в ходатайственные там благодарственные все становится абсолютно как бы от слова абсолютно есть разные молитвы но так как мы уже немного стали говорить о молитве и в этом в этом месяце до дар до в этом месяце который мы уже проходим мы заявили объявили что у нас будет молитва и в конце собрания у нас будет список чтобы надеюсь что вы после проповеди подойдете сказать я хочу помолиться и ставить своих пять копеек в расписание молитвы молитвеного служения так как мы уже говорим о молитве я решил подумать об этой части дисциплины верующего человека именно со стороны веры того что мы говорим богу я когда же пишет я не буду все читать потому что вы поймете контекст что мы просим то что мы просим и не получаем конечно же там есть причины почему не получаем я не буду даваться вы конкретику того местописания не буду делать такой исследование того чего этого местописания но я хочу сказать это не секрет что каждый из нас по теперь потерпел фиаско наших прошениях богу раз два десять пятнадцать я получал фиаско в тех прошения которые я просил у бога я не получил может вы более святее чем я и как бы у вас все на мази с богом и каждый раз только и не успели подумать и уже получили это я как бы рад но мой опыт показывает том что не раз не два просил и я не получил мы можем что-то скажет но на найти есть самоуправдание мы начнем всех верующие люди оправдывать а что богу виднее насколько та или иная вещь мне нужна или те другие обстоятельства нужно изменить богу все виднее и мы как бы так ссылаемся на это знаете вот хорошо слушайте это правильно правильно что мы держим лицо как бы эти правильным с улыбкой по жизни шагаем правильно что мы позитивны что все-таки богу угодно давайте мы еще потерпим подвигаемся дальше но некоторые из нас даже уже находится и живут в том чем просили и не замечают что они в этом уже живут например кто-то давно просил что бог освободил его от наркотиков вы получили вы живете сколько раз вы благодарны и живете то что просил что-то еще не так долги которые у вас были бизнес который прогорел дети которые были далеки от бога либо больные или так далее вы как бы молили у правку просили и получил но живете и живете в том что вы уже получили когда-то при вере пурима это очень интересный праздник еврейского народа я не стану что-то говорить о нем сейчас поговорим через полторы недели до поговорим об этом через полторы недели между прочим у нас будет и пурим и детская программа на пурим очень важно которое мы хотим провести но почему-то перед этим праздником традиционно есть после стер там свои правила свои обычаи но суть такова что царица эсфир просила народ о молитве и посте то есть подзять пост и молитву то о том что она должна сделать другим словами она просит весь народ поддержать ее в действии которая связана жизнью или смертью перучить ее об исходе этой встречи будет зависеть жизнь или смерть всего народа вы слышите нет после молитвы для некоторых найти вот это это фактически традиция практика поставим молитвы не на ва в иудаизме либо в христианстве да и может быть и мусульманской тоже особенно у более консервативной части этих двух сторон религиозных сторон чем больше консерватизма чем больше законничества тем больше правил и больше постановлений когда пост молитву делать каким образом перед чем перед тем но знаете никто не учит кому это необходимо для этих традиций правил есть каноны но до нас мы скажем мы народ свободный на себя сионе мы новое поколение мы свободны от закона мы свободны от всех правил и так далее фактически правила выбираем мы и воля извольнения делаем мы хотим и присоединиться не хотим никто не может нас оставить особенно в одессе знаете мы не можем сказать ты должен вот я должен я всех прощаю кому я должен можете идти лесу тихо спокойно там еще три дня и все и ты уже за границей вы понимаете чем города ничем и мы настолько хотим быть свободны иисусе христе и шоуа миссии нашем христианстве харизматическом движнике все остальное что мы само понятие поста и молитвы ставим в уменьшительную сторону и когда мы что-то просим или бы мы говорим с богом что мы не получаем у нас как мы выходим себе другие причины почему у нас не получается но существует все равно практика каждый из нас молится я хочу поделиться с вами эти пятью вещами которые мы возможно упускаю в нашей практике молитвенной жизни 5 вещи которые мы упускаем не то что мы не молимся мы можем пустить я начну это себя можно я себя начну а вы поймете как бы может быть не такие как я просто говорю я часто люблю примерно себе дело то что все эксперименты бог делает на мне перед тем сказать вам вы понимаете да каждый год у у меня есть практика в августе месяце очень длительные и в начале календарного года у меня есть практика поста и молитву уже много много лет началось это между прочим с иры щепанской которая лежала при смерти уже и олегу сказали слышишь идти готов папа потом гроб заказываю музыку я помню что в тот день когда вы посетили ирину она просто 0 всего было то есть реально как бы люди умирали с правой стороны с левой стороны и так далее и я помню четко внутри себя бог это можно изменить я перепугался потому что как бы так найти вот несколько в жизни раз в моей жизни были такие четкие внутренние позиции так будто бог мне внутри говорить я не говорю чтоб не бог к внутренние переживания и знаете что я перешел надо пойти домой побрить свою голову помазать елеем и взять 40 дней поставим молитвы конкретно за за иру я пошел домой я этого не сделал помните говорил мы как бы хотим как бы так избежать трудности мы как бы так слышишь упал и там иным хорошо но завтра сегодня у меня проблемы прошел меня прошла неделя есть или совсем плохо я помню что я зашел в ванную комнату протянул руку в станку и начал брить голову поэтому если спросите почему вы лысый вот с того момента я зарешил что я красивый пускай будет а так для разрядки до сегодняшнего дня мы видим что бог делает семью щепанских у них появились радости и появился сын надежды до сих пор все изменилось а могло не измениться не потому что я потому что что-то произошло моей жизни и поэтому каждый год у меня есть какие-то моменты я те делаю это специально практикую свое эго эго центричность уменьшая его в том чтобы быть богоцентричным это сложно дается и в этом году некоторые вещи мы делали совсем не так как раньше мы начали с поста и молитвы с нового года а потом все просто изменилось детали всех перед они поэрис помешались сложно некоторые обстоятельства с которым мы не ожидали случились так повернулась жизнь но несмотря на обстоятельства во первых я лично понял что для меня нужно свежее помазание для продолжения моего пути мне нужно пересмотреть мой личный подход понятию молитвы как отношение с богом имя необходимо больше слова для здорового образа жизни я не ошибся сказал что здорового образа жизни не подумайте что у меня был безобразный образ жизни здорового образа жизни скажу сразу прямо что по жизни нам не нужно лукавить и обманывать обманываться наших отношений с богом наших ритуальных привычках христианской жизни нам не стоит делать одной обещать богу а потом как-нибудь это доделать друзья не стоит типа пообещать что вы будете поститься и молиться цепочной молитве или вы по графике молитесь а потом что-то прошло не так и вы решили просто это пропустить а часто так бывает без меня смогут ну не пришел я на собрание ну вот так вот у меня так хочется и пришел я на молитву ну вот так кто там заметил вы знаете что вы такие не одни и так каждый третий например скажем кто меня заметил мои молитвы мы под посвящение приду не смог нашел отмазку туда-сюда а потом знаете что происходит я скажу что происходит вдруг как нас говорят уклюнул жареный петух что-то случается и мы начинаем набирать ходу так быстро чтобы догнать все молитвы которые мы пропустили все работы которые нужно все собрания которые нужно посвятить и мы начинаем догонять догонять послушайте не обманывайте себя самих что вы вот это все сделаете как бы так я свят перед богом вот тут как бы мои как бы есть процесс у бога всегда у бога процесс и а как бы обойти процесс какими-то там объяснениями лежи слово такое английский excuse да как это еще сказать оправдательными кем-то вещами не не получится после инфаркта я стал больше уделять время тому что я делаю кто-то может быть не знает у меня было их три один в самолете я пережил таня меня долго сильно отмаливала но я выжил второй был это работая на квартире и тоже таня меня вытащила молитвами 3 уже было время войны во всех случаях то есть я начал понимать несколько вещей первое мне сказали что мне нужно изменить свой образ жизни помню я сказал я должен изменить свой образ жизни и то чтобы плохим а образ как подхожу я к жизни и что я делаю со своей жизнью я должен переосмыслить я спросил доктора из доктор дайте о себе мнение да сколько я вам стою он говорит во первых диета твои проблемы это не трех четырех лет проблемы это детские проблемы все что ты кушал что тебе нравилось молоко сыр картошка и так далее поеду начал перечислять и так это все наследственная часть твоей жизни надо с этим попрощаться говорю хорошо сделаем это завтра следующее тебе нужно думать что ты делаешь нужно ходить юру спасибо доктор а то я пытаюсь моей жене сказать что я не хочу быть спортсменом ходить хочу бегать нет ни за кем не хочу бегать все бы ничего если бы я не лукавил я бы предложил например все бы ничего если бы я не пытался знаете изменить процесс моей жизни у меня есть доктор его имя ишуа он прописал мне диету духовную диету духовный образ жизни здоровый образ жизни а я ему как и как и в доктору этому который у меня на земле говорю сделаю согласен подпишите но не сегодня я думал что если немного потерплю не кушать одно второе третье через неделю 7 довольь знакомо да и наоборот если совсем не буду придерживаться то что доктор мне доверил то при помощи таблеток это все спущу слышите нет есть такие люди вам нельзя сладкого но нельзя сладкого а вы говорите пелицелин поможет да ну таких есть очень много надеюсь вы меня понимаете что сегодня сегодня мы говорим о том что обмануть само себя не легко но не стоит обманывать будущее которое в руках бога в этом году немного все что у нас происходило изменилось и нечто маленькие вещи которые изменились в нашем код нашей ежедневной жизни вдруг привело меня к откровению то чего я вам хочу и сказать немного немного как это касается моего здоровья но это также и моего духовное самочувствие много возрастания и духовная зрелость это тоже рост отношение с богом удивительные результаты я пришел к выводу что несознательно можно обмануть процесс возрастания несознательно мы с вами можем несознательно просто обмануть тот процесс еще раз не несознательно несознательно потому что сознательно ты понимаешь что ты решишь а несознательно мы как бы подумаем что то что мы делали вчера третьего дня как мы это делали и как бы оно вроде бы есть рост есть отношения есть какие-то прорывы но оно не действует нужно что-то изменить как моей жизни все было до этого года как было раньше как было раньше уже в течение 15 лет она тоже самое те же самые таблетки те же самые рутина так же самое но я что-то в этом году изменил что дало мне энергию дало мне стремление цели и ясность что-то в жизни нужно менять я раньше думал если я буду делать сильнее и упорственнее то есть упорнее я не должен следовать правилам доктора да ходить не один километр а там вверх не ходил неделю теперь 15 пройду и за все прошелся потом да у меня у меня уже спина болит что случилось ты ходил ходи ладно хватит прелюдить всяких выражений вы и я не можем обмануть божий процесс возрастания в нем хотя хотим да конечно мы можем пытаться слукавить в процессе но невозможно бога обмануть если спросить вас о важности вашей духовной жизни то каждый скажет что это очень важная часть основания что духовность человека является основой для плотского тела проживания тут на земле согласитесь со мной да что духовная часть наше основание помогает на семейной жизни работе то есть вас просить туда но что же мы делаем с нашей духовностью ходим собрание читаем библию иногда молимся не так по необходимости только как бывает молимся служим по возможности и что-то делаем но при этом все при этом всем у каждого из нас и у меня тоже внутри вдруг появляется чувство я что-то упустил какой-то элемент мне не хватает чтобы возрасти чтобы мои отношения с богом были намного глубже я вхожу на собрание читаю как бы домашние группы детские там еще какой-то элемент что это как помните я сказал что после инфаркта мне нужно было диета для восстановления для здорового образа жизни так и в молитве становится духовным здоровьем образом жизни человека особенно верующий человек вопрос не сколько вы молитесь а как нам часто напоминают послание якова 5 глава признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга чтобы исцелиться а потом много может усиленная молитва праведника нам часто говорят о том что усиленная молитва праведника может много почему нам не говорят как молиться чтоб получить прости не получаете а там макарит потому что простилина не на добро на зло типа ради плотских утешений чему тому вызнавайте один перед одним грехи молиться один за одного счет силы тыс по моему велику силу ровно молитвы правы то есть ревнитель усиленная молитва страстная сильная или за долгая мы хотим это сделать мы хотим чтобы мы понимали что мы можем пробивать эти стены и это должно быть я не говорю что этой молитве не должно быть наоборот мы призваны к тому чтобы быть постоянно молитве за все благодарить ибо такова воля божия о нас я вопрос себе задаю чего мне не хватает моей этой диете чтобы я не избегал или как бы ну не обманывал себя тем что я если я помолюсь потом больше а сегодня не помолюсь а завтра будет три раза больше у меня будет все нормально все у меня выровняется я хочу себя спросить почему мне не хватает почему нас не учат как правильно молиться хотя многие из нас помнят молитву еще его спросили а научи нас молиться ну помоги и вот мы молимся но научи нас молиться почему-то мы мы стремимся молиться сразу прорыва стояние противостояния и забываем той молитвы который еще он нам дал ученики просили его он дал то что мы сегодня игнорируем мы лучше конечно же долго будем молиться чем правильно это слово которое там используется как усиленное оно действительно звучит как энерго энергию то есть это энергетика это усилие это какая-то сила да которая усиливается когда праведники молятся но знаете там есть еще другие слова которые можно использовать для этого в этом контексте действовать делать производить совершать содействовать содействовать то есть многое может молитва праведными таки просто не просто можно убрать усиленно а многое может уже там этом слове уже многое что есть может многое делать молитва праведного человека и так далее пять корыстных речей мы опускаем и колы мы молодость наших молодых то что я открою вам наверное не новое но может поможет нам духовному результату нашего возрастания в Боге я не говорю о том что нам это даст какие-то ответы и быстрые микроволновки божие как бы сказать снаряжение или необходимость но я говорю о том что мы возрастем настолько сильно что наши отношения с Богом будут иметь новый уровень взрослости и знаете можно сказать твердости в нем знать кто он есть первое будете писать это очень просто да вот там написано поклонение я 5p что украинскую 5p что российскую 5p 5p дальше прославление прославление это признание и выражение той стороны или за детали элементов бога которому мы поклоняемся поклонение это выражение тех деталей бога которую мы знаем поклонение с явным высказывание о боге это не нужно для него ему это не нужно он сам знает кто он есть это нужно мне напоминание мне чтоб я провозгласил своими устами кто для меня бог всемогущий всесильный да это мне нужно внутри внутри понимать какому богу я сегодня служу и важно сказать какой наш бог важно сказать не признательность или благодарность мы к этому вернемся не эту часть а именно высказать словесным выражением словесным мы как люди подсознательно автоматически приступаем к прошению автоматом нам нужно вы понимаете что вы в ситуации мы приходим к богу мы начинаем просить сразу автоматом просить у бога и знаете я это ничего плохого нет в этом абсолютно нету я скажу так это наше естество потому что мы хотим быть защищены мы знаем что бог нас защищает мы к нему идем садут прошением потому что это внутри нас заложено но нам нужно научиться говорить о боге что он чудес прекрас страшен эль шадай эль гибор и гово рафе и так далее более ста имен в писании связаны с нашим богом возьмите одну в молитве одно имя одно имя например например мой целитель и в все весь день говорите боже ты же целитель мой ты есть мой целитель моей души которая болит моих страхов которые у меня есть это может быть ноги руки чтобы ты мой целитель и оставаться провозглашая кто он есть для себя ему не надо напоминать что может исцелить что может тешить он целитель это напоминание тому кому о ком о том кому мы служим а не ему напомнить что он должен даже если вы не знаете этих имен по еврейски возьмите простую молитву ишуа который говорит когда вы молитесь скажите отче наш это не означает а ты мой папа я тебе хочу напомнить а папа там нет мы убеждаемся что он мой папа он мой отец мой творец он то кто он есть он защитник мой он мой папа наш отец который на небесах и у него есть защита совершенная его воля для меня сегодня надеюсь у вас немного таких вот таких отношений но хорошие отношения с вашим отцом у меня были отношения слова отца они хорошие были имеется ввиду у меня был страх перед отцом потому что он справедливый был и при этом уважение его зная зная друзья что он любого обидчика моего зароет за меня буквально в смысле слова он был неверующий я помню одну простую вещь уехали однажды семьей в автобусе какой-то мужик просто моей маме сказал дурное слово папа взял его и послал в нокаут он за нас мог отдать свою жизнь я понимаю что мои отношения и страх перед отцом видя его силу справедливость и уважение к нему зная что он за меня защититься второе покаяние вторая часть нашей молитвы в жизни нашей молитвы покаяние вы скажете что я уже успокаивался но лучше сказать исповедание того что говорит писание и не только я повторю это если это слово исповедание подходит вам напоминать себе о своем поведении которое видит бог помните господи не достоин я чтоб ты пришел ко мне в мой дом потому что я грешный молитва когда мы в молитве находимся я понимаю что мне нужно через зеркало смотреть на себя не напоминать богу что я грешу он все видит он все знает а именно сказать ему о своем поведении рефлексуя на том что он все знает говоря о том что изменить хочу то что я делаю сказать ему это открыто исповедание дело это мы говорим о чем говорил Ишуа простите ваше поведение как и мы прощаем тех кто плохо себя ведет относительно нас мы же просим бога прощения и прости нам долги наши так скажите что что вы натворите он выскать он все знает 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 скажите ему для того чтобы ты сам услышал как он смотрит на это потому что тебе паршиво становится скажите ему это открыто помимо определенного прощения которое мы получаем от бога исповедание раскрывает нашу натуру для изменения для перемен изменить то что нам не нравится третье признательность для слова благодарность я призна твои помните скот пять п подяка это признание и признательность есть признание это фактом и признательность за некоторые вещи которые бог совершил в прошлом и которых мы сейчас говорим как само собой разумеющийся помните я вам сказал есть вещи которые у нас не получаются но есть то о чем мы с вами давно простили мы просили и верили что бог изменит в мгновенное око произошло то чего в чем мы живем уже и у меня вопрос благодарны ли мы о том факте который существует уже в чем вы живете у вас были плохие привычки или же привычки которые в обществе непринимаемые были зависимы созависимы какие бы то ни было вещи какие бы то вещи не назывались да кто крал предник ради кто злословил не злословил то есть моменты которые наша жизнь она вдруг какой то момент мы не могли избавиться бы боже как мне нужно я знаю что ты можешь что сделать люди которые вокруг меня святые не слышу они ругаются не матом не курят еще такое ты можешь меня освободить что произошло и мы уже тридцать лет свободны но у нас есть нужды которые мы просим у бога и я хочу чтобы вы в молитвах научились возвращаться назад за то что произошло я своих молитвах часто возвращаюсь тому дню где меня хотели убить где меня убивали только бог в своей присутствии спас меня я говорю просто так не хотел ее обижать я пускал как было бы класс чтобы ты подарила мне сына сегодня не может быть доктора сказали после нового года мы пошли в ватикан праздновать мой день рождения просто как праздновать пройти по красивым улицам пытались без без билета проехать в этом сал в автобусе в тот вечер я буду короток за одну минуту до полуночи либо вам сказать полуночи я рада за сын с которым я живу сегодня который напоминает мне то что бог сделал тогда я благодарен богу за это послушайте признательность это то состояние как ты возвращаешься тому что бог сделал в чем ты живешь и что и что происходило тут поднимается благодарственная молитва для каждого из нас так построены псалмы давида если вы будете читать это не напоминание богу о его делах как он чудесно все делает не сказать ну ты же можешь это напоминание нам что он силе все это сделать это утверждает нас в том что бог всемогущий всесилен аминь четвертое прошение четвертое прошение сказать а вот мы пришли попросить давайте сделаем простую математику вы стали на молитву первую часть вы сделали о том чтобы сказать богу кто он не ему а себе как-то напомню кто он да мы говорим в молитве кто он для нас потом мы начинаем говорить утверждать о том что именно он сделал сделал для меня как мое покаяние то есть мне рассказать ему о себе что он сильный меня прощать да то есть то себе что бог сильный это сделать потом мы говорим благодарности ему это 75 процентов нашей молитвы как вы думаете когда вы все это расскажете ему легко будет сказать ну мне есть что-то попросить у тебя если ты открыт помочь я знаю кто ты ты знаешь кто я я не достой может быть как грешный человек твоей милости но я так благодарен за то что ты мне сделал в моей жизни одно второе третье и возможно я могу надеяться на то что откроется эта дверь та дверь эти обстоятельства могут измениться другие благодарственная так построено все так устроено мы точно расскажем расскажем богу все то что мы переживаем потому что когда мы понимаем что нас слышат то происходит понимание того что он всегда ответит только тогда он отвечает потому что любит нас потому что он потому что он отец он отвечает потому что мы стучимся просим и ждем он отвечает тому кто напоминает себе самому кто есть бог которого он услужит рассказывает о боге как об отце хотя хотя бог сам все знает он отвечает тем кто благодарят за ответы которые были раньше чтобы быть уверены что бог делает это и сейчас и последнее последнее постоянство 5p ц поклонение покаяние подяка прохания до постинность слово постоянно да это как тренажерный зал где ты видишь результат только в постоянстве ты можешь увидеть результат это самое сложное друзья кто там занимался где-то за не занимался постоянство там в работе в учебе постоянство ты ты видишь результат через время но тебе так не хочется ну так не хочется и я часто говорю татьяне таня можно я сегодня спортсменом не буду можно можно но не нужно вы услышите друзья постоянство постоянство нас не приближает богу или отдаляет постоянство работает на нас мы удовлетворены тем результатом который очень медленно но мы видим день от дня отличается даже когда ты не видишь четкого результата постоянство утверждает нас в правильном выборе хотя не совсем нам нравишься мне не понравилось что доктор сказал нельзя соленого сладкого кислого и пошла так тем думаешь как жить как жить как немножко покушать чтоб не таня не доктора не увидели и никто ничего не заметил пытаемся обмануть систему но не получается постоянстве будет действовать так что у нас есть к вам предложение быть постоянством знаете как я еще пытался немножко обхитрить систему кто-то может поднимать так не знает она всегда она всегда в этом самом среди друзей кто-то покупает киевский торт и у Тани всегда есть возможность сказать вы знаете он может этот торт съесть сам он он так его любит так что будьте аккуратны киевский торт является моей самой тяжкой как бы бременем которое я ношу когда хожу где-то поблизости и у меня всегда приходила мысль наемся сейчас киевского торта а завтра я пойду в спортзал и весь его превращу в мышечную массу прихожу в спортзал а он перетекает сверху вниз и становится спасательным кругом вы понимаете о чем я говорю и мне пришлось сделать в этом году не, ну я раньше сделал это но в этом году еще больше каких-то таких вещей которые связаны с моим здоровьем и когда я это сделал я понял что в молитве в молитвенной моей жизни тоже нужно сделать перемены увидеть результаты влюбленности в Боге в моем росте я должен чуть-чуть изменить что-то и перестать быть нудным христианином а весь стать веселым благодарственным человеком быть позитивным быть позитивным в самым негативным вещах это очень сложно ну очень сложно как отрыжка которая давайте просто ты не знаешь ее удержать это все ты не знаешь как это объяснить и вот для меня сегодня это возможность поделиться с вами как вырасти ваших отношений с Богом я не говорю вам нужно 40 дней поста я не говорю вам нужно 21 день поста Даниила три дня без воды и там еще не 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 абсолютно начните с молитвы как еще учат прочитайте несколько раз эту молитву вы знаете я уже несколько раз напоминал об этом что она читается так быстро если спокойно читать если спокойно читать спокойно вот так просто отче наш сущий на небесах займет вам меньше 40 секунд это кажется что там длинно молитва действующая 45 секунд но в этой молитвы вложено столько что черпать из нее проповедовать и жить ею можно весь день если мы правильно подойдем к нему поэтому у меня к вам предложение в конце собрания сейчас будет поклонение отдайте ваши ситуации и ваши привычки возможно ваше рутинное состояние что вы делали вчера третьего дня десять лет назад в руки бога поменять какие-то ингредиенты элементы вашей молитвы чтобы вам было просто как люди говорят в кайф да такой в приятное чувство что ты не просто помолился и отарабанил а ты пришел вот все то что происходящее вокруг меня просто гложет так сильно что не выдерживает ничего так хочется от всего этого отвертеться от всего но я хочу попросить тебя потому что ты эл-шадай эл-гибог ты моя защита ты скала моя мое убежище праведник войдет и будет спасен ты крепость моя ты глоток жизни жизненная ты источник моего существования и если я пойду долиной смертной теле я не убоюсь потому что ты со мной мой аба твой посох и твой жезл они охраняют меня я это знаю я сегодня натворил столько ты сам знаешь но я не хочу сказать что я соврал хитро поступил он просто пытался нажиться на чьей-то чем-то горе ну это не было проблематично было бы не было как бы вне закона это все законно оно конец конечно не совсем приятный но боже вот это вот прости но говорю потому что хочу меняться и спасибо тебе что когда я был далеко от тебя когда я был грешником ты спас меня через крест смерть и воскресение Ишуа из мертвых который дал мне возможность сегодня с тобой общаться спасибо что ты исцелил меня когда я был болен у меня печень распухала мне дали два дня жизни а через молитву вдруг я сегодня живу двадцать лет и не имею нужды в этом чтобы еще что-то просить я был оконченный наркоман или бабник аферист я был оконченным человеком и вдруг моя жизнь изменилась и как я благодарен я очень благодарен мои мои дети другие да у меня есть свои еще ситуации которые без тебя нерешаемые нерешаемый вопрос квартира или с работой у меня нерешаемый вопрос даже с тем искушением которое приближается ко мне мне я прошу тебя помоги я говорю как есть потому что ты помогал тогда и сейчас ты я знаю что ты можешь это сделать ты тот то есть в то время когда ты не нужен чтоб ты был иегова иегова ниси бог который видит я хочу быть постоянно каждый день упражняться в этих отношениях с тобою утром вечером или днем когда бы это ни было мои отношения с тобой чтобы я возрастал когда мне спросят чё ты улыбаешься чё-то типа чё ржёшь чё такой весёлый когда всё это бомбят и всё происходит а потому что живу я или умираю я с его этим всем заканчивается я знаю того кто во мне и я знаю что я в нем я знаю что он мне дал я знаю что он мог бы собрать я знаю что он есть тот он есть и я счастлив просто счастлив что я могу быть частью этого общества по другому жизнь христианская жизнь просто скучное проживание здесь на земле просто скучное проживание измените негатив на позитив не это не это не не